Совсем скоро мы узнаем, кто выиграл первый ледовый бой, а кто-то его проиграл. Он такой обаятельный парень, и плюс у него очень такой бойцовский характер. Вышел. Все нормально. Да, это абсолютно мой человек, мой партнер. Мне с ней не страшно абсолютно. Ну, Саня, какая при... Оксан, тут вся разница. Ну да. Готов? Да. Супер. У них фантастический контакт между ними, такое легкое общение. У меня, по-моему, не так как-то получается. Вот, 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 правильно. Супер, брат. Сидит. Я почти встал. Он уверенно себя чувствует. Смело. Да, не боится, совсем не боится. Ты вот этой рукой берешь эту ногу. А, вот так. Окей, потом ты меня вот так вот перекидываешь. Да, да, да. Бросай! Бросай! Так, давай быстро с тобой поддержку. Сейчас вот это попробуем. Только ты не бойся. Ты окей? Нормально. Подождите, как же я это сделал? Ага, вот так вот, да? Ну ладно. Хорошо, это у нас есть. Приветствуйте. Пара номер 10. Двухратная олимпийская чемпионка Оксана Грещук и актер Петр Красилов. КОНЕЦ 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 Оксана Грещук и Петр Красилов. Итак, последняя пара нашего сегодняшнего ледового шоу продемонстрировала очень мощную, оригинальную, стремительную, темповую композицию. Но при чем интересно, что Оксана Грещук выглядела в совершенно ином качестве, нежели Евгений Платов, который выступал перед ней. А ведь в свое время они выступали вместе на ледовой арене на многих чемпионатах Европы и мира и дважды становились олимпийскими чемпионами. И вот теперь как бы заочный ответ Оксаны Грещук своему партнеру. Петр Красилов 17 лет, как он мне сказал, не вставал на коньки. И вот он вновь на льду, как бы новое рождение. Я думаю, что не будь этого долгого хирурга, он мог бы проявить себя и в фигурном катании. Прекрасная обводка. Хируэт. Итак, оценки. Николай Цискоридзе 5,5. Ирина Моисеева 5,5. Игорь Бобрин 5,5. Андрей Мининков 5,0. Елена Чайковская 5,5. 27 баллов ровно. Довольны, Федор? Нормально. Нормально. Я шестерка. Я шестерка. А было что-то, что сегодня не получилось? Об этом знаем только мы. Расскажи. Да, действительно, Наташа с Андреем. Ковырнул кое-где. И с пиджачком у меня лажненько было. Ну, у нас же оценка-то выставлена. Не показал всю красоту пиджака. Костюм не заиграл. Пиджака, вот я взял, да. Вы знаете, меня сегодня потрясло то, что, в принципе, начинающий человек так сумел выйти из ситуации. Не получилось с пиджаком, не попал в рукава. И нигде это не было прорепетировано. Он сумел его отбросить, сумел выйти на поддержку. Это опытный фигурист не сделает. А он сумел выйти. Миниатюрская импровизация. Да, да, да. Спасибо. Гена Анатольевна, что вы скажете об этой паре? Ну, трехкратные олимпийские чемпионы. Больше ничего не могу сказать. Вот так. Я поздравляю вас. Игорь, что было в этом судействе для вас самым сложным? Вы знаете, я очень рад, что вот эта пара, которая только что выступала, она просто сделала законченную миниатюру, начиная от первого выхода на лед. Перекликалось несколько с произведениями, которые спортсмены уже катали, не умеющего кататься. Очень мудро и очень смело. И до самого последнего момента. Поэтому мне понравилось, что эта пилота была просто законченной миниатюрой. Посмотрим, как будут голосовать зрители. Петр Красилов и Оксана Грещук отвечают по телефону на звонки телезрителей 8 803 333 53 10. Огненные страсти на ледовом шоу.